Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня. Я Валерия Иванова. Приветствую вас. Сегодня у нас был небольшой перерыв в две недели в связи с официальными праздниками. Но мы возвращаемся к теме нашей передачи. Обсуждаем насущные проблемы и новости в сфере общепита. В связи с этим сегодня в гостях у меня опять же по телемосту Александр Минаев, владелец Noble Wine. Это такой бар-бутик в самом центре нашего города. Александр, добрый вечер. Добрый вечер, Валерия. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Большое спасибо, что вы нашли время в этих условиях со мной созвониться, пообщаться. Сегодня мы поговорим о винных трендах в условиях карантина, о том, как вы нашли для себя успешную бизнес-модель, которая не остановилась в эти непростые времена. Ну, а я напоминаю нашим радиослушателям, что если у вас будут какие-то вопросы ко мне или Александру, 6721-2939, 6721-3939, номера для связи с нашей студией. Если вы захотите что-то написать в WhatsApp, 230-6191. Ну, а мы с Александром тогда возвращаемся к нашему разговору, точнее приступаем. Александр, скажите, пожалуйста, в двух словах, собственно, о Noble Wine, о том, как создавалась, как зарождалась эта идея, как давно вы существуете на рынке, чтобы у наших слушателей было понимание. Зарождалась идея? Ну, я давний любитель вина, давно вынашивал эту идею, и в 2011 году, после посещения нескольких винных туров в Европу, такие культовые регионы, как Бордо, Бургундия и Пьемонт. То есть я окончательно как-то так для себя определился, что хотел бы хотел бы свою страсть, свою страсть к вину, в том числе еще совместить и с бизнесом. Вот. И, наверное, там, с 2011 года мы начали уже выбирать виноделы, партнеры, с кем хотим работать, и в 2013 году, не, в 2014 году, извиняюсь, открыли, запустили свой первый маленький магазин. То есть вы уже 7 лет, получается, существуете? Ну, 6. В 2014 год 6 лет. Расскажите про направление вашего бизнеса, то есть помимо того, что у вас есть магазины, я знаю, что вы сотрудничаете также и с ресторанами, да, как это происходит? Ну, с самого начала, да, было два основных канала, это продажа имена через магазин, и второй канал – это хорика. Как это происходит? Происходит работа с ресторанами. Как бы сказать, как это происходит? Ну, опять-таки, рестораны разные, у разных ресторанов разные потребности, разная специализация. Мы изначально с командой, нужно сказать, небольшой командой винных экспертов-специалистов. Первый – это у нас был командир Рональд Петерсонс, а второй – Ирина Ракевич. Мы изучили, что есть в ресторанах, да, что нет в ресторанах, да, исходя из, опять-таки, того, что бы мы хотели привозить в Латвию, в чем бы, через что бы мы хотели развивать, будем говорить, нашего клиента, мы там определили портрет, какую-то определенную нишу, с ней, ну, а там, двинулись, двинулись в наши рестораны. Наша специализация – это Бургундия, это номер один, вот, и дальше уже там остальные, ну, будем так говорить, знаковые, культовые вины региона именно Европы. Вот в этом наша специализация. И в сегменте ценовом таком, наверное, достаточно сложные ниши, те вина, которые мы привозим в Латвию, они составляют приблизительно 10% от всех вин продаваемых, да, такие нишевые вины от небольших, семейных, обычно, производителей, вот, которые, ну, мало производят, я имею в виду, там, несколько даже производят, меньше, чем 10 тысяч бутылок в год. Мы везем, нам, не знаю, от пяти ящиков до ста, да, то есть это не грузовиками. И вот, ну, да, именно такие вина мы везем, и такие вина мы считаем, что, ну, и в том числе и ресторанам, ну, часть ресторана, такие вины интересные. Вот как-то так вот. Да, то есть эксклюзивные больше позиции, которые не найти, да, не мосмаркет такой, а действительно нишевые. Мне очень нравится, что это слово тоже применимо к винному сегменту. Эксклюзивные, ну, наверное, там не очень, не очень, но мне не очень нравится такой сегмент. Эксклюзивные, да. Да, необычные, не знаю, культовые, от особенных, от культовых производителей, я бы так сказал. И действительно, часть вин достаточно сложно приобрести, там иногда уходит 2-3 года, чтобы достучаться до этого производителя, и как-то выйти на него через других производителей, чтобы, не знаю, там, 5-10 ящиков вина этого начать получать, да, то есть надо заранее букировать, и, ну, будем говорить, иметь уже какое-то определенное, не то, что даже репутацию, рекомендацию, я бы так сказал, чтобы с ними работать. Не потому, что они зазнайки какие-то, да, просто, понимаешь, что очень много, да, там, стран богатых, больших ресторанов, там, в разных странах, да, которые хотят иметь его вина, и им очень сложно распределить своих, там, 20 тысяч бутылок по всей планете, да. Вот такая история. Ну, я думаю, что тоже стоит сказать для наших радиослушателей, что буквально недавно, да, можно сказать, вы открыли не просто уже магазин, но и такой бутик-бар, да, на углу с Элизабетас и Антониас, и у многих зарождается вопрос, почему именно эта локация, то есть это логично, потому что это наш такой рижский пищеблок, да, где все рестораны сосредоточены, бары и все самые посещаемые места, но получается, что вы буквально через дорогу находитесь от знаменитой виностудии, которая, ну, так сказать, своего рода монополистом, да, какое-то время была в винном плане, что люди, если шли пить вино, посидеть вот в такой более расслабленной атмосфере, выбирали именно это место, а тут получается прям вот на перекрестке, направо виностудию, налево вы. Расскажите об этом, что меня тоже, ну, часто спрашивают мои знакомые, хотелось бы развеять мифы, либо, ну, как бы рассказать изначально, да, из истоков историю, почему эта локация. Хорошо, как вы знаете, до этого мы были недалеко, но Элизабетас 23, у нас был банк, да, да, и мы, да, с самого начала, как только мы открылись, у нас изначально была там идея, мечта иметь не только магазин, иметь место, где там наши гости могут прийти и попробовать вино, где мы можем рассказать о вине, вот, и мы открылись магазин, долго перебирали различные варианты, и здесь, на самом деле, все очень, ну, там, банально, мы, как вы правильно сказали, что этот вот такой кластер у нас в Риге, в городе очень маленький, это буквально там два блока, два квартала, Зырного, Антонио, Селизабетас, и, с одной стороны, это просто, да, что там не надо какие-то там выбирать между районами, с другой стороны, сложно, что не было подходящего места, подходящего места по площади, подходящего места там по уровню расположения там, или там, чтобы это не был полуподвал, чтобы это не был второй этаж, чтобы окна были большие, чтобы витрины были, и это, на самом деле, чистая случайность, и нам, что вот этот один из самых красивых, счастливая случайность, что один из самых красивых домов, я считаю, там, в нашем городе, удалось не просто договориться с владельцем этого дома, несколько попыток было, и то, что в Вильнюс-Крузе на против, это, повторяю, это случайность. Хотя мы, ну, и нам это место, конечно же, тоже очень нравится, то есть очень нравится, где мы сейчас находимся. Как вы относитесь к друг другу? У вас соседские отношения, такие товарищеские, так как вы члены одного комьюнити, или все-таки чувствуется конкуренция? Как вы это прокомментируете? Ну, конечно, мы делаем одно дело, то есть мы любим, во-первых, вино, мы делаем одно дело, мы там популяризируем культуру вина, образовываем людей в нашем городе, в нашей стране. Я часто там бываю, знаю ребят, с одной стороны, а с другой стороны, понятно, что это определенный вызов, в том числе для нас, да, вызов в том плане, что, ну, будем говорить, находится рядом Винный студия достаточно давно, кажется, 11 лет, если я не ошибаюсь, и вызов в том плане, что там для нас мы должны, ну, еще лучше работать, улучшать свой сервис, да, для того, что это все-таки бизнес, и поэтому, если говорить про бизнес, то, конечно, это определенная конкуренция, но она, в конечном итоге, идет на пользу потребителя, да, то есть, чтобы цена была лучше, сервис становился, цена дешевле, сервис выше, вот, как-то так. Но мне кажется, что целевая аудитория у вас все-таки очень разная, как вам кажется, ну, сравнивая, опять же, с Виностудией, так уж сложилось, что должны сегодня это тоже сравнить. Вы знаете, ну, я знаю нашу целевую аудиторию, да, то есть, мне сложно, там, я не совсем знаю, там, по целевой аудитории на студии могу судить только в пятницу вечером или, наверное, там, иногда в субботу, вот, а по тем людям, которые заходят днем, покупают, что они там делают, не сложно сказать, но разная. Мне почему-то кажется. я бы так скажу, наверное, средний чек точно разный, да, то есть, я считаю, что у нас, ну, наш уровень ну, там, подороже, да, наверное, через это, наверное, можно, это, конечно, наш клиент, его покупательская способность немножко повыше, соответственно, ну, это немного другие. Ну да, немножко другая категория людей, да. Ну да, просто со слов, там, ваших постоянных посетителей, тоже, вот, что я слышу, что у вас более такая камерная обстановка, более такое действительно закрытое, как будто бы, сообщество, а вина в студии, это, ну, такое уже открытое и достаточно доступное для каждого, уже это не как какое-то событие, да, прийти и попить вина, а вы все-таки в вино вкладываетесь на данный момент, да, то, что действительно, как прикоснуться к какому-то, там, безусловно, необычному продукту, да, и раскрыть его для себя вообще в других красках, не в тех типичных, которые мы привыкли, что вот там прийти, оливки съесть, да, и вина выпить, а тут уже идет именно такая селективная история. Вы знаете, вот, к сожалению, этот штамп, что мы закрыты, вот мы никак не можем от этого избавиться. Вот, видите? Да, да, наверное, мы какой-то там, какой-то изначально там неправильный такой месседж транслировали, а на самом деле, мы не хотим такими быть, и мы считаем, что вино – это очень просто, и здесь открыто, независимо от того, это от культового производителя, или не от культового производителя, это всегда должно быть легко, эмоционально, радостно, как мехом, поэтому мы будем продолжать развеивать эти мифы, эти предположения своими деятелями. Не, ну, отлично, и я считаю, что вот сегодняшнее тоже интервью – это шаг к этому, да, рассказать о себе, и особенно в такие непростые для нас сейчас времена. У нас, кстати, есть звонок, мы можем быстро послушать. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня интересует, а почему так мало у нас вообще распространяют крепленные вины, портвейны и так далее? Что-то в Евросоюз и Франции, Италии там, и как-то в полусладкие, полусухие вины этот самый. Кстати, на Антонио и Дзирново хорошие массандровские магазинчики для вина вот тоже можете посетить, или про них рассказать. Ну, так почему крепленных вин так мало распространяется? Вот мне не специалисты, интересно. Спасибо. Спасибо, да, сейчас мы ответим. Александр, вопрос такой вот у нас от радиослушателя. Угу. Ну, я услышал слово портвейн, да, услышал слово портвейн, да, то есть крепленное вино, да, туда же это можно еще там и, соответственно, на Эхирис отнести. У нас есть это в портфеле, почему мало, но, наверное, так скажу, что, наверное, там от нашего объема продаж составляет, не знаю, может быть, там 2%, там 2,5%. Я предположу, что есть большая конкуренция со стороны, ну, таких, как сказать, не портвейна, и не Херес, не из каких регионов, а, ну, есть очень много полусладких вин, да, которые, наверное, там конкурируют по-своему с крепленными винами, и портвейн, я думаю, что у части еще там, это мои вот сходу предположения, да, часть, часть людей воспринимает на портвейн, еще есть какое-то наследие Советского Союза, что-то такое. Беру портвейн, иду домой. Да, беру портвейн, иду домой, там, Агдам, Трисемерки и все такое прочее. Херес, вообще мало кто знает, что это такое, да, и как это вкусно бывает. И я думаю, что просто, ну, медленно, медленно, когда мы говорим про культуру, это в том числе, да, ну, так, это постепенно будет входить, это надо рассказывать, это надо образовывать, это надо тратить очень много сил для того, чтобы вот именно люди, ну, портвейн, именно португальский портвейн, приходили, спрашивали, хотели, разбирались, да, какие они бывают. Там, там, там целый мир тоже. И портвейн, и все. Ну, мы поговорим еще, больше о вине, да, о трендах, которые, если можно сейчас назвать, карантинных. Сделаем небольшую рекламную паузу. Открытая кухня. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа Открытая кухня, и сегодня мы на связи с владельцем Noble Wine, бар, бутик в винном сегменте. Александр Минаев сегодня рассказывает и о вине, и во второй части программы мы хотим затронуть тему карантина, того, как все-таки ресторанный бизнес переживает сейчас. Это непростое для всех время. Ну, а я напоминаю, наши телефоны для связи со студией 6721-2939, 6721-3939, и если вы хотите что-то написать нам в WhatsApp, 230-6191. Мы продолжаем. Александр, как ваше честное настроение сейчас? Начну с этого. Настроение? Честно? Отличное настроение? Это очень. Могу пояснить? Да, могу пояснить, почему? Да, да, конечно. С удовольствием послушаем. Отлично, потому что такие ситуации, такие ситуации, да, то есть, которые, ну, в нашем случае, например, у нас там хорика составляла 50 или 60% от объема выручки, то есть, она остановилась практически там, практически полностью пока остановилась, совсем немножко там что-то дышит. Вот, и понятно, что это вернется, это время, ну, там, хорошая возможность для перезагрузки, мы, есть время, то есть, мы там сделали много больших сессий, генерили достаточно большое количество идей и инициатив, с которыми сейчас работаем, и, будем говорить, ну, такой регулярный, в регулярной жизни, наверное, мы бы к этому не пришли, да, то есть, много внутренних изменений, там, изменений, там, различных процессов, улучшения процессов, бизнес-процессов, клиентских процессов, вот, и это вдохновляет, ты понимаешь, что, там, вот, ну, да, наверное, что, выйдя, выйдя из этой ситуации, мы будем сильнее, умнее, там, вообще, и успешнее. Ну, я вот, к слову, да, хотела бы подметить, что я за вашей страницей слежу на протяжении всего карантина, и, честно, это, пожалуй, самая интересная такая вот фишка коммуникации, да, со своими посетителями через Facebook, потому что вы предоставляете возможность побеседовать с эмелье, да, там, указываете часы, когда можно созвониться, задать свои вопросы вашим комитентным сотрудникам, вы запустили подкаст, где три эмелье разговаривают про вино, да, и в конце угадывают, там, дегустируют что-то. У вас есть возможность заказать домой не только вино, но легкие закуски, там, какие-то сыры, колбасы традиционные, да, оливки и так далее. У вас есть возможность, точнее, у гостей есть возможность прийти к вам, то есть вы прям действительно генерируете эти идеи, потрясающий пример, того, как вот не сломиться, да, в этот непростой действительно период, потому что, ну, я думаю, что каждый, конечно, сейчас справляется с этим всем временем так, как он может, да, и, безусловно, у вас есть отличия, что, я так понимаю, у вас как таковой прям кухни-кухни нет, да, в заведении или есть? Но как таковой кухни-кухни нет, как в ресторанах. то есть, ну, горячего цеха нет, соответственно, вы можете также радовать своих гостей напитками, но это вот мы до этого подметили про виртуальную составляющую, а если мы говорим про реальную жизнь, вот эти вот два на два, как вы с ними справляетесь? Как справляемся? Ну, очень просто, мы убрали лишние, лишние стулья, унесли, ну, короче, убрали из бара, в магазине, в магазине на полу наклеили наши ленты и сделали навигацию, ну, то есть, предусмотрели все рекомендуемые, так сказать, меры, которые там рекомендуют и требования, ну, вот, как-то так, да, то есть, есть часть клиентов, которые не заходят, мы им выносим на улицу вместе с терминалом, вот сегодня, на Фейсбуке запустили видео, потому что рекламу, что можно подъехать в магазин и забрать свое вино, там, не выходя из машины. Ну, ого, круто. Ну, да, и, ну, вот, как-то так, то есть, есть, есть навигация, есть инструкция, есть жидкости, перчатки, кто хочет, были такие, которые приходили, перчатки одевали, ходили по магазину, одноразовую, ну, то есть, разные, да, бар опустел, то есть, вместо 30 посадочных мест, там сейчас 12, если не считайся, вот, вот, вот как-то так. Ну, вот, что касается, опять же, этих соблюдений дистанции в 2 метра, как только ввели это правило, я вот, чисто даже ради эксперимента решила, там, пройтись по тем местам, которые еще работают. Да, стоят дезинфекторы, да, есть возможность, там, самостоятельно забрать, но, как правило, если ты садишься за 100, все равно официант, да, человек работающий в зале, он подает тебе блюдо все равно вот перед тобой, он не оставляет его на соседнем столе, соответственно, вот как, как вот здесь эта коллизия работает? Оу, ну, как, я могу сказать, как работает, ну, как работает у нас, ну, понятно, столики после клиента протираются, стулья протираются, ручки протираются, да, вот, официант тоже там использует перчатки, ну, конечно, ну, мы, признаюсь, мы до такого не доходили, что мы оставляем блюдо или бокалы с вином там за соседним столом и гости там, нет, официант подходит, конечно, там подают, не так много этих гостей сейчас, конечно, люди, к сожалению, там напуганы, не знаю, там, и, ну, вот, гостей немного, никакой толчины нету, и поэтому, действительно, вот, предписание удается соблюдать, да, но контакт официанта, близкий контакт с клиентом, конечно же, происходит здесь, ну, не избежать этого, я не знаю. Ну, вот мне тоже кажется, что это, знаете, какие-то уже, ну, неисполнимые вещи, то есть, окей, да, можно оставить там за соседним столом, но тогда, в принципе, вся суть этого обслуживания, она теряется, то есть, да, это такое, конечно, конечно, и вот как раз про дома, а тейк-ауэй доставка, да, у нас в связи с карантином введены были новые поправки, что можно доставлять алкоголь домой, многие бары, и мои в том числе, там, клиенты, коллеги пользуются этой возможностью, если я могу задать такой вопрос, какой процент составляет тейк-ауэй от оборота, вот на данный момент? Ну, так как это только началось, мы на самом деле давно это ждали, удивлялись, почему Латвия единственная в Европе страна, где было запрещено продажа онлайн-алкоголя, вот, и вот ковид, не знаю, видите, вот ковид с таким триггером сработал, и там правительство решило утвердить и разрешить торговлю онлайн, узаконить ее. Прошел месяц, я скажу так, что цифра где-то приблизительно 25%, да, вот от объема магазина 25%, до ковида, я там смотрел, изучал статистику, что в Европе происходит, онлайн-продажи, в зависимости от страны, в Европе составляет от 5% до 10%, то, что сейчас 25%, но понятно, что это обусловлено вот этой ситуацией, что будет потом, когда все закончится, не знаю, наверное, там сократится, кто-то привыкнет, возможно, кто-то, кто-то будет сам приезжать, но сейчас 25%, отвечаю на ваш вопрос. 25%, это хорошая цифра, потому что, когда я общалась именно с рестораторами, они говорили, что это всего 10% от оборота, и, конечно, ресторан, в котором работают и повары, и кухня полноценно функционируют на ту же доставку в Волт, которые еще и себе забирают, да, 30% из этих 10, это невозможно, и именно поэтому очень многие рестораны закрылись, кто-то там, например, как Валтер Зердзинч, да, Валтер Рестаранс, когда приходил ко мне сюда в студию, еще, когда все только начинал, он сказал, а я не хочу, для меня это искусственно, для меня вот ресторан, это театр, это процесс, когда вот идет обслуживание, идет контакт, я говорю, не хочу вот эти вот два метра, для меня это совсем не то, и поэтому тогда, да, принял решение закрыться, сейчас Валтерс продает хлеб, да, что тоже очень даже интересно в этих условиях, то есть он нашел для себя другое направление, поэтому, что касается ресторанов, здесь вот все понятно, что касается барной индустрии, я созванивалась тоже со своими коллегами, они сказали, что ну в среднем за пятницу вечера где-то 15 заказов на коктейле, да, 0,7, вот, то есть этого на что-то хватает, но безусловно, там, если мы говорим про аренду, если мы говорим про что-то более глобальное, конечно, все печально, и в связи с этим вот у меня тоже вопрос, как вы оцените, как человек, который уже давно в этой сфере и работает с ресторанами в том числе, какой процент закроется после всего, что у нас сейчас происходит в стране? Вы знаете, не скажу процента, я, ну, я особенно не эксперт, не отслеживал там, я могу, наверное, так, могу так предположить, что еще и до этой ситуации, скорее всего, там, ну, уверен, что были рестораны, которые кто-то минусовал, кто-то там, не знаю, вокруг нуля болтался, и вот, конечно же, это там первая группа, там, ну, первая категория, там, первая группа ресторанов, которая закроется, потому что после ковида предпосылок, что люди там с большим энтузиазмом пойдут в ресторан, то есть нету, да, то есть люди истощатся, там, и кто-то привыкнет, у кого-то просто там, и средств не будет столько, да, то есть понятно, что пойдут, но не в таком количестве, конечно, эти рестораны, им сложно будет, ну, и, наверное, неслисообразно возвращаться. Те крепкие рестораны, которые мы там знаем, которые там обычно полны, да, там у них хорошая наполняемость, хорошая посещаемость, они, безусловно, останутся, вернутся, наверное, там большая проблема будет, а может быть и небольшая, там обратно команду собрать, вот, и, возможно, какая-то произойдет, ну, какая-то коррекция произойдет ценовой политики, и, возможно, там, в тех же самых блюдах, да, где клали икорку, там икорку класть не будут, как-то будут, не знаю, может быть, побюджетнее калькуляцию делать, вот, но люди все равно будут ходить в рестораны, люди, там, это, это элемент, будем так говорить, он там, не знаю, социализация, он никуда не денется, и, да, ну, какое-то время будет сложный, и не все вернутся, процент я не скажу, да, наверное, не знаю, но многие говорят, что большая часть, как правило, Паретто, я бы предложил бы 20 на 80, то есть, 80, все-таки я там оптимист, хочу надеяться, что 80 откроется, 20, там, 20 уйдут, Ну, посмотрим, это здесь, конечно, пока же только время, и если карантин продлится не более, чем до 12 мая, тогда мы можем, да, думали, что кто-то еще с позитивом выйдет и останется, и летом что-то возобновится, но, как говорится, мы пока этого не знаем. Хорошо, давайте тогда чуть-чуть более в позитивную сторону поговорим о вине, о том, на чем вы специализируетесь, я прекрасно понимаю, что сейчас действительно очень многие люди снимают стресс таким образом, ни в коем случае мы здесь ничего не пропагандируем, да, алкоголь вредит вашему здоровью, но я лично тоже очень люблю вино, и сейчас оно мне как никогда тоже помогает, да, я могу сказать честно и смело. Вот, как вы видите, какой запрос сейчас у людей, может быть, на какие-то конкретные сорта, может быть, наоборот, у людей больше появился интерес к игристым сортам, вот, что вы видите по прошествии этого времени? Вы знаете, очень просто, я там, ну, к вашей встрече просто взял статистику, что там, такие топ-продажи, да, топ-6, 7 продаж, и там, они сразу показывают, что люди, ну, там, что люди покупают. Отвечая на ваш вопрос, ну, то есть, так как мы специализируемся на Бургундии, вот, у нас там достаточно, ну, там, большая линия, не знаю, 35-40 производителей только из Бургундии, то, понятно, нас любят очень за Пену-Нуар, из-за Шардоне нас любят, и это покупают, покупают в топе с Соминьон Блан из Луары, шампанское, конечно же, розовое из Прованса, вердеха из Испании, и Монтепульчана, вот это вот такие топы, то есть можно, если так в целом, я бы сказал, что достаточно такие, ну, легкие там, или средние вина, да, вот, не мощные, не тяжелые, не примитиво, вот, такие, какие-то, я бы сказал, больше даже весенние вина, весенние вина, весенние карантинные вина, я не сравнивал, я не сравнивал с мартом 2019 года, да, но вот, вот эта статистика показывает, да, что весна, весна, несмотря на все, что плохо люди все равно покупают шампанское, это радует, это радует, говоря, вот, вообще, может быть, даже не профессиональный совет, а чисто вот человеческие, жизненные, то есть я вижу, что вы действительно очень так, ну, интенсивно пользуетесь возможностью, то, что сейчас очень много людей находится в онлайне, как мы уже сказали ранее, используете разные каналы для связи со своей аудиторией, теперь уже и виртуальной, но чисто вот с человеческой точки зрения, помимо того, чтобы выпить хороший бокал, бокал, точнее, хорошего вина вечером, да, со своими близкими и родными, что бы вы еще могли посоветовать вот во всей этой ситуации? во всей ситуации, ну, я думаю, что, ну, сейчас у многих, особенно те, которые работают удаленно из дома, то есть немножко поменялся уклад жизни, мы не можем встречаться с друзьями, не можем ходить, если там появилось время, да, которое там нужно, которое чем-то нужно занять, да, то есть у каждого есть выбор, безусловно, там, не знаю, сидеть на диване, телезр смотреть, лезть в холодильник, вот, или там какие-то, ну, там, или использовать это время для, опять-таки, на те цели, которые, будем так говорить, на те задачи, да, до которых там не доходило по разным причинам, там, не знаю, не добирался там из-за рутины, из-за потока, из-за скорости, вот, что бы я посоветовал, банально, ну, не знаю, самодисциплина, план сделать, вспомнить, посидеть, потратить время, вспомнить, о чем мечтал, что хотел, или хотела, да, то есть составить список, составить планчик, и вот это время, которое освободилось, потратить на то, что, на то, что не делал, но где-то внутри себя, там, давно мечтаешь, давно хотел это сделать, наверное, вот так бы, я посоветовал проводить время. Да, очень хороший совет, но могу сказать, что сейчас, знаете, много очень статей, тоже читаю на эту тему, некоторые люди, и в том числе, наверное, я, настолько находятся еще в состоянии какого-то шока, да, то есть есть абсолютно разные стадии принятия того, что сейчас происходит, и я не говорю сейчас про страх вируса, я больше про экономическую, да, ситуацию, что кто-то остался без работы, или замороженный контракт, ну, по-разному, и когда ты столько сам делал, 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 бежал, да, как вы сказали, была определенная рутина, и сейчас это все исчезло, и не по твоей вине, тяжело собраться именно к голове, да, как будто бы у тебя защитный такой инстинкт включается, и ты хоп, и лежишь как букашка лапками кверху, то есть, ну, мне кажется, что тоже важно нашим слушателям сказать, чтобы они не испытывали вот это чувство вины, что вот я не сильно продуктивный, мы просто посоветовать, чтобы этот вот период реабилитации, состояние такого анабиоза, литургического сна, как хотите, да, можно назвать, он был не настолько долгий, чтобы вот вернулись к практическим советам, как вы нам дали, да, составить список, взять себя в руки и начать. И действовать, да. Супер, ну, я думаю, что это будет достаточно полезно, да, для тех, кто нас сегодня слушает. Я еще хотела бы заострить внимание, вот, кстати, еще раз, да, вернемся, звонок с Амелье, часто ли пользовались вообще люди этой возможностью пообщаться? Вы знаете, к сожалению, не часто, не часто, опять-таки, наверное, там непривычно, надо больше рассказывать, мы, опять-таки, в рамках эксперимента попробовали и решили посмотреть, будем, ну, решили оценить там дальше, будем продолжать, не будем продолжать. Не часто, это имеется в виду, что там, ну, там, Ире, например, позвонили за день после рекламы, конечно, два человека, и Роналду, там, тоже два или три человека. Но, интересные вопросы задали, там, один человек позвонил, попросил консультацию, он хочет внуку собрать ящик вина, внук родился в 2018 году, хочет собрать вино 2018 года, шесть бутылок, для того, чтобы, когда внук вырастет, соответственно, там, не знаю, на 18, на 21 год, на какое-то другое событие, соответственно, вот у него, сама, была коллекция зрелых, зрелого вина, да, то есть, там, 18-20 летний возраст. Вот, а второй звонок был, насколько я помню, это просто рекомендация, какой венок, такому-то мясу, там, посоветуетесь, да, сегодня вечером, с каким-то настроением. Но это то, что мы делаем, да, то, что мы делаем, в принципе, и в магазине, и то, что мы делаем в школе, то, что мы там делаем на мероприятиях, как раз, ну, там, рассказываем, рассказываем, что, как, какое вино, в том числе, с чем, что, чего, отличается, как работает, как работают вкусовые рецепторы, как сочетается еда с вином, горькие вкусы, там, все эти, все наши, все, я закончу. Да, все хорошо, нет, я, наоборот, рада, что вы рассказываете сегодня, ну, реальные истории, да, и звонки, вообще, идея вот с этим, коллекции за 18-20 лет, это потрясающе, просто такой подарок тоже. так делают, да, так делают. очень мне понравилась, да, такая идея. Вы сказали про обучение, планируете ли вы запустить что-то, как вебинары, я не знаю, онлайн-курсы, которые, вот сейчас же все в онлайн, у нас бизнес уходит? Ага, да. Планируем, мы тоже там в рамках нашего броненшторма обсуждали это, и мы понимали там, что есть особенность, мы достаточно много мероприятий обучающих проводили, но всегда это там, за это, за течение этого мероприятия, там, 5-6 вин наши гости дегустируют, да, и, ну, будем так говорить, онлайн достаточно сложно организовать так, чтобы там, именно те вины той темы, оказались у людей дома, и к тому же еще по одному бокалу, вот, поэтому было такое предложение, и вот в эту пятницу, 24-го, мальчетвертого, будет онлайн-школа познакомства с вином для начинающих, да, 18.30 мы делаем, и это абсолютно бесплатно, но с одним условием, да, то есть бесплатно для тех, кто у нас покупает две бутылочки вина, да, то есть человек, купивший две бутылки вина, соответственно, мы даем ссылку на, если не ошибаюсь, это Zoom будет, даем ссылку, и Ирина Семочкина, соответственно, онлайн, два с половиной часа будет рассказывать, будет рассказывать, ну, в принципе, о базовом, ну, такие базовые знания о винах, там, что нужно знать, как пробовать, как дегустрировать, что такое нос, да, что такое нос вина, да, что такое рот вина, такие базовые вещи, они, ну, да, они очень полезны для, как, там, это даже поможет, там, не знаю, сориентировать, как выбрать себе вино в том же самом супермаркете, да, то есть на что обращать внимание, да, вот, Такие практические советы и любопытные рекомендации. Ну и, соответственно, онлайн можно кто как, кто с бокалом, кто без бокала. Можно приятно провести время и не бесполезно. Так что 24.04. Первый эксперимент. Посмотрим, как пройдет. Только соберем участников, дальше будем решать. Делать онлайн-курсы, что-то их продавать или еще как-то делать. Нет, не будем делать. Страна очень маленькая. Такого много всего в мире. И, правда, на английском, на немецком, на русском языках. И это уже все есть. И тут мы не видим какой-то ниши для себя. То есть, насколько я правильно понимаю, резюмируя наш сегодняшний разговор, ваша цель сейчас не перейти в онлайн как в бизнес-бизнес онлайн. Ваша цель просто заинтересовать большую аудиторию путем виртуальных социальных каналов. Ну, если мы про бизнес, то наша цель развивать онлайн-продажи именно вина. Да, да, да. Если говорить про обучение, про обучение наших, ну, про обучение, то, конечно же, мы там верим. Мы сделали роскошное место, да, то есть мы, не знаю, когда мы только открылись, мы в феврале открылись, да, то есть начали обучать. Мы сделали роскошную школу, роскошное оборудованное помещение, красивое, и мы там будем там обучать очень много людей, но не в онлайн, будем живьем обучать. Будем живьем, но да. Ну, тогда остается только дождаться того, когда все это закончится. Да. Вот, ну, я думаю, что сегодняшнее интервью действительно получилось максимально полезным, что наши радиослушатели познакомятся с Ноббл Вайном, с вашей страницей, и даже если не боятся, да, все-таки придут к вам в гости, ну, и будут наслаждаться и знаниями, и вкусными напитками. Александр, огромное-огромное вам спасибо за такой положительный, позитивный настрой, за то, что вы сегодня улыбаетесь, что все-таки, да, разговор не был настолько томным и грустным. Я желаю только вот выстоять это время, да, и держаться, и не терять надежду на то, что вы делаете все правильно, да, и идти, идти вперед и дальше. Да, спасибо вам, Валерия, вам и всем радиослушателям, да, желаю то же самое. Все будет хорошо. Спасибо вам огромное, берегите себя. В эфире была программа «Открытая кухня», звукорежиссер Родион Золотарев, и мы встретимся в следующий понедельник. Спасибо.